Здравствуйте! На прошлой лекции мы с вами начали рассматривать явление интерференции света, дали определение этому явлению, дали определение когерентности и монахоматичности световых волн и получили условия для интерференционных максимумов и минимумов. Сегодня мы продолжаем рассмотрение этой темы. Первый вопрос – это методы наблюдения интерференции света. Существуют различные методы, но для осуществления интерференции света необходимо получить когерентные световые пучки. До появления лазеров во всех приборах для наблюдения интерференции света использовались методом разделения светового потока на два с последующим сведением световых лучей, исходящих от одного и того же источника. Это осуществлялось с помощью экранов, щелей, зеркал и преломляющих тел. Ну вот здесь представлены методы. Это первый самый метод, с помощью которого было получено, вот это наблюдено и явление интерференции. Это был метод Юнга. Свет от ярко освещенной щели падает на две щели С1 и С2, которые играют роль когерентных источников света. Интерференционная картина БЦ наблюдалась на экране. Также использовались методы зеркала Фринеля, два зеркала, которые расположены под углом чуть меньше 180 градусов, и роль источников, когерентных источников света играли, значит, это изображение источника С, даваемое первым зеркалом и вторым, то есть С1 и С2. В бипризме Фринеля тоже у нас используют две призмы, склеены основанием, и эта призма нам давала два мнимых источника света, которые, распространяя свет, от которого на экране получалась интерференционная картина. Зеркало Ллойда – это точный источник света, находился очень близко к поверхности зеркала, и когерентным источникам служил сам источник и его мнимое изображение С1. Значит, ну вот здесь вот представлены на слайде как раз опыт Юнга и результат, значит, интерференция света от двух когерентных источников света, то есть это чередование светлых и темных полос на экране. Теперь перейдем в расчет интерференционной картины от двух источников. Значит, у нас имеется источник С1 и С2, которые в данном случае являются. Это две щели на экране. С1 находится на расстоянии R1, а С2 находится на расстоянии R2 от точки на экране, в которой мы наблюдаем интерференционную картину. Результат наложения этих волн будет зависеть от оптической разности хода этих двух лучей. Найдем эту оптическую разность хода. Значит, R1 в квадрате у нас выражается таким выражением. R2 у нас определяется вот таким образом. Тогда, найдя разность R2 в квадрате минус R1, разложим на R2 минус R1 на R2 плюс R1. Тогда разность R2 минус R1 нам дает, значит, разность хода оптических лучей, а сумма будет примерно равна 2L. Тогда в итоге у нас получается, что оптическая разность хода двух лучей, R1 и R2 минус R1, будет определяется вот таким соотношением, где Y, еще раз повторяю, это расстояние от центра интерференционной картины до той точки, где мы рассматриваем и саму интерференцию. Значит, учитывая, значит, есть условия максимум-минимум интерференции, мы можем получить выражение для Y к максимуму, Y к минимуму, то есть расстояние до максимум-минимум интерференционных полос на экране. Тогда ширина интерференционной полосы, это будет расстояние либо между двумя соседними максимумами, либо между двумя соседними минимумами. И эта ширина определяется как λ умножить на L деленное на D. То есть ширина интерференциума, длина волны, кроме цвета полос, также определяет их ширину. Теперь рассмотрим интерференцию в тонких пленках. В природе очень часто можно наблюдать радужное окрашивание тонких пленок. Это масляные пленки на воде, мыльные пузыри, оксидные пленки на металлах. Возникающие в результате интерференции света, отраженного двумя поверхностями пленки. Рассмотрим пленку толщиной D. Показатель преломления N. N1 и N2 это показатель преломления двух свет, которые окружают эту пленку. Тогда при падении света на поверхность пленки, значит, часть света отражается от верхней поверхности, часть света проходит в эту пленку, отражается от нижней поверхности. Эти два луча 1 и 2 будут прогерентны, и при наложении они будут интерферировать. Тогда оптическая разность хода двух лучей будет равна, Дельта равно 2D умножить на N, где D толщина N, показатель преломления, плюс лямна пополам. Вот это добавок лямна пополам появляется, потому что при отражении света отопически более плотной среды фаза колебаний меняется над этим положено, что эквивалентно потере полу волны. И мы эту потерю должны учитывать тогда. Условия максимума, то есть интерференция двух лучей будет записываться вот таким вот образом. Теперь рассмотрим интерференцию в пленках, если свет падает не нормально, а под углом альфа к поверхности пленки. Значит, падает пусть монахоматическая волна. На поверхности пленки в точке О луч разделится на 2, то есть не в точке А, а в точке А разделится на 2, частично отразится от верхней поверхности пленки, и частично он проходит во вторую среду, при этом он преломляется. Преломленная ночь до точки Б частично отразится и частично преломится в воздух. Значит, здесь он опять попадает в точку С и отражается частично и выходит опять в воздух. Вычешцы из пленки лучей 1 и 2 прогерентны, если оптическая разность хода мала по сравнению с длиной прогерентности падающей волны. И если на их пути поставить собирающую линзу, как показано на слайде, то эти пучки, так как они параллельно, сойдутся в одной точке Б, которая находится в фокальной поверхности нашей линзы. В результате возникает интерферационная картина, и она определяется оптической разностью хода между интерферирующими лучами. Оптическая разность хода. Дельта будет определяться Н умножить на С2 минус С1, где С2 это АБ плюс БЦАС1 это АД. Для математических преобразований мы в итоге получаем, что оптическая разность хода двух лучей будет определяться 2Н умножить на Н квадрат минус Синус квадрат альфа, где H это толщина пленки альфа. Угол падения Н, показатель преломления пленки. Ну и естественно мы при расчетах должны учитывать потерю полуволны, то есть мы к этому выражению должны прибавить, то есть минус лямбда пополам. Теперь мы рассматриваем кольца Ньютона. Значит, кольца Ньютона, являющиеся классическим примером полос равной толщины, наблюдается при отражении света от воздушного зазора, который образован плоско-параллельной пластинкой, вот показанной на слайде, и соприкасающейся с ней плоско-выпуклой линзой с большим радиусом кривизни R. Значит, здесь у нас получается на экране интерфекционно-картина виде колец, это при нормальном падении света, и радиусы светлых и темных колец определяются вот таким соотношением, это в отраженном свете. Значит, мы с вами заканчиваем рассмотрение явлений интерференции света. В следующий раз мы будем рассматривать дифференцию света. До следующей встречи.